вот она первые из озер малышевских озер да конечно зрелище не совсем хорошие здесь вот вообще все травой поросло воды нет практически вот справа там еще есть какой-то кусочек открытой воды ну щука тут должна быть по идее если на лодке вот туда заплыть щука то есть скорее всего нужна лодка фактически вот по подойти к этому озеру невозможно она стала практически недоступным тут если только вырубать какую-то просеку среди всех этих камышей брать лодку их как-то пробиваться просто к воде а с другой стороны вообще просто все обросло но то что тут есть щука я почти не сомневаюсь это сто процентов из-за труднодоступности я думаю тут можно половить будет нужно лодка топор я не знаю сапоги болотники за руб я Смотрите продолжение в следующей серии. 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 А вот здесь вот такая своеобразная перемычка образовывается между озерами. Видимо они когда-то соединялись. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот здесь дорога петляет, выходит, мы наверное поедем вот тут, в другую сторону, объедем озеро немножко с другой стороны. Прямой дороги от озера к озеру, как мы видим нету. Поэтому придется выехать сначала на дорогу, потом повернуть опять налево и продолжить свое путешествие. А теперь я немного расскажу о селе Малышево, рядом с которым находятся, в общем, все вот эти Малышевские озера. Малышево – это село Хохольского района на левом берегу Дона. Основано оно в XVII веке у ручья Малышев-Колодец на левом берегу реки Дон. Входило в состав Воронежского уезда, Гременчинского района, Хохольского района. В 1625 году в Малышево существовал сторожевой пункт для оповещения жителей Воронежа о татарских набегах. В начале XVIII века в Малышево построена деревянная, в 1801 году каменная Христорождественская церковь. В XIX веке жители Малышево славились как искусные огородники, поставлявшие в Воронеж овощи. В 1895 году Федяевский на свои средства построил школу для крестьянских детей. В 1900 году в селе имелось два общественных здания, земская школа, церковно-приходская школа, две винные лавки. Еще в XVI веке в этих местах у ручья жил человек, возможно, резанец Малышев. Потом он ушел, а его имя закрепилось за ручьем. Малышев-Колодец упоминается в документе 1586 года. В начале XVII века здесь появилось селение, которое получило имя по колодезю Малышеву. Оно упоминается в дозорной книге 1615 года. В 1670 году жители села Малышево участвовали в сооружении башни Затинной и части городовой стены в крепости Воронеж. Сохранились известия о том, какой неприглядный вид имело село в XIX веке. Люди жили грязно, в селе встречались курные избы. Однажды в Малышеве побывал преосвященный Игнатий, который был поражен обилием блох. Он утверждал, что блохи были даже в церкви, где насекомые его чуть не съели. А вот что писал о селе Малышево земский врач С.В. Мартынов в книге «Современное положение русской деревни» 1903 года. Ряд жалких избушек с соломенными без труб крышами, дымящимися притопки, грязные хаты, переполненные грязным народом, загаженные навозом дворы, озера и колодцы, дорога, по которой вязнут лошади и экипажи. Везде бедность, некультурность и неподвижность. В настоящий момент в Малышево имеются средняя школа, библиотека, дом культуры, амбулатория, почтовое отделение. В 1991 году была возрождена церковь. Проживает на данный момент в селе 2360 человек. Я бы сказал, сокровенное какое-то место просто. Главное не упасть теперь. Вот здесь прямо охоту половить. Очень необычно. И мостки сделаны. Да, вот такое вот второе озеро. Там вот еще дальше есть тоже мостки, выдающиеся в воду. Это же вот надо было кому-то все это сделать. Такую железно-металлическую конструкцию. Неплохо. Неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok А вот второй мост второго Малышевского озера. Тоже выглядит неплохо. Места очень интересные. Вообще классно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот третье Малышевское озеро. Оно по навигатору, когда смотришь, кажется самым большим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот как называются все эти три озера. Вот это вот, конечно, сложно уже определить. Потому что вот за этим озером, по навигатору, например, показывается, что там еще одно озеро дальше. И еще одно там есть озеро. Но вот здесь, как тут, ввиду того, что тут все не так труднодоступно, довольно, не знаю, может быть зимой удастся туда сходить, посмотреть, что там за озера. Но они, по идее, здесь не должны быть в отдалении. Или это озеро, вот это озеро соединяется вот с тем озером. Я вот не могу определить. То ли это два озера, то ли одно озеро. Но навигатор показывает, что там вообще еще одно озеро дальше, еще одно. То есть они вот так вот подряд идут. Даже в этом довольно диком месте, довольно дикое озеро, есть вот лодки. Подходы все-таки кое-какие есть к озеру. Но здесь, конечно, без лодки вообще делать нечего. Ловить тут очень неудобно. Хотя вот на первых двух озерах, там тоже казалось бы, что там совсем неудобно, совсем все плохо. А там, оказалось, есть и мостки, и есть на первом озере тоже местечко неплохое, прямо возле берега. То есть прорываться не нужно никуда через камыши. Да, это вот самое крупное озеро. Оно потом дальше будет еще расширяться. И где-то вот с другой стороны тоже есть два озера. И дальше есть еще одно, четвертое озеро. Ну, целая цепь таких вот Малашевских озер, в общем-то. Как они называются, будем еще разбираться. Все-таки довольно трудно понять, кто здесь к чему относится. Нужно у местных спрашивать. А местных сегодня я вообще не видел. Погода не очень хорошая, видимо. Ну, еще сегодня пятница. Видимо, кто на работе, кто где. Да, вот оно, третье Малашевское озеро. Вот его продолжение. Но там дальше должно быть более широкое место. Оно то сначала расширяется, то потом сужается. То теперь вот сейчас опять расширяется. Вот это третье озеро, как узнал я, называется озеро Подпольное. Дальше есть еще озеро Рылеево. Но мы его не успели снять, а в следующий раз снимем и тоже покажем. Ну, конечно, оно все, все поросшее. Просто какие-то невероятные поля лилий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok